26 метров в длину и почти 30 тонн весом. В Благовещенске строят настоящий корабль. Он будет держаться вот на этих бочках. Кораблестроители говорят, что если все получится, то уже этим летом корабль спустят на воду. А вот так он выглядит в готовом виде. Корабль строится по чертежам американского хаосбота «Дома на воде». Автор амурского варианта Тимур Авдаян. Здесь мы планируем создать, в самом деле, у нас шикарные условия будут для отдыха. И дизайн шикарный. У нас есть даже комнаты для випперсон. Да, то есть спальное место. С каютой сразу в душевую. 12 кают, кухня, прачечная, сауна. Это только первый этаж корабля. В планах построить и верхнюю палубу с водными аттракционами. И изучил много материалов, что касается кораблестроения. И остановился на вот каркасном, вот такое исполнение, деревянно-каркасный как бы дом на воде. Она не потонет. Метр размером каждая бочка, а их здесь 157 штук. Вот эти бочки мы выписали из Питера. Тимур Авдаян без пяти минут юрист. А строитель он по призванию. Мечта заниматься кораблестроением появилась 15 лет назад, когда Тимур еще жил в Крыму. Но лишь на Амурской земле задуманное начало сбываться. Возводить корабль начал год назад. Здесь будет барная стойка. Это все окна, но они еще не прорезаны. Зимой это будет как отель стационарный. Будет стоять на воде. Не боится. Вот наши бочки не боятся морозов, льдин. Сейчас корабль утепляют. Не замерзнуть в холодное время года поможет и древесина, из которого построен корабль. Обычно американские хаусботы делают из пластика. Деньги на кораблестроение идут от бизнеса. Тимур изготавливает мебель на заказ. Помогают родственники и областная ассоциация ремесленников. В их число входит и Тимур. При Амуре он хочет развить водный туризм. По задумке корабль будет ходить по Амуру и Зее. Возможно маршруты до Владивостока. Люди платят бешеные деньги, чтобы попасть на Тайвань, куда-то еще. Здесь все родное, здесь все свое. Здесь такая природа шикарная. Прокатиться на корабле и пожить на корабле. Судно это не быстроходное. Максимум 5-10 км в час. Работать будет пара двигателей. А здесь расположится капитанский мостик. Быть рулевым Тимур Авдаян не хочет. Он любит только строить, а не управлять. Этот корабль почти готов. Завершать работу нужно непосредственно на воде. Но проблема в том, что нет своего причала. Сейчас этот вопрос Тимур решает с городской администрацией. Если они договорятся, то уже летом, по словам строителя, корабль пустят в первое плавание.